Здравствуйте! В эфире дежурный по городу. В каких условиях остаются люди, когда на их проблему долгое время не обращают внимания? Город имеет право знать. Переулок строителей, дом 5. В конце апреля рухнула стена, но ремонтные работы почему-то до сих пор не начались. 250 тысяч, как нам озвучили, что нужны деньги. Складывайтесь всем домом, платите, вызывайте комиссию и пусть ваш дом признают аварийным. Я позвонила главному инженеру ПЖРТ, говорю, когда у нас вот эти два столбика поставили, что будет делать дальше? Нам куда в туалет, на улицу или куда? Он говорит, вы не издевайтесь надо мной, все будем делать. Пришел он, замерил, вас никто не хочет ремонтировать, потому что вы ветки и жилье, вы невыгодные. На первом этаже рухнула, а теперь мы ждем, когда у нас на втором будет. Поэтому в туалет входим, мы с опаской смотрим, на сколько отошлась стенка и как нам куда, в какую сторону выходить. Потому что у нас тут тоже дети иногда ходят, и не только мы взрослые, дети у нас есть. И окошко у нас начинает уже косить окно. Ну, стена если рушится, она есть рушится, что будет коситься и окна будут, и батареи вернет. Трубы прорутся, и здесь все у нас тогда потихнет. Второй этаж может упасть, след за первым. На газовую трубу у нас балкон на втором этаже есть, который стоит в основном на газовой трубе уже. Это все, это все рухнет на первый этаж. Мы взорвемся. Если решение вашей коммунальной проблемы затягивается, пишите, звоните в нашу программу. Продолжение следует...